Генеральный директор Россети-центр и Россети-центр и Приволжье Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тверь. В этот день состоялось заседание штаба под руководством главы энергокомпании, которое прошло на территории производственной базы Калининского района электрических сетей. Участие в совещании приняли заместитель начальника главного управления МЧС России по Тверской области Александр Пухов и министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков. Погода, прошедшая зимой, не переставала испытывать энергетиков, в частности и на территории Тверской области. После прохождения рядом мощных снежных циклонов в январе текущего года в регионе действовала усиленная группировка сил и средств энергетиков. Сотрудники из 17 филиалов обществ оперативно реагировали на все погодные аномалии и ликвидировали технологические нарушения в энергокомплексе Тверской области. Сначала это обильный снегопад, потом перепады температур, потом ледяной дождь. У нас порою обледенение проводов достигало 30 сантиметров. Понятно, что после таких повреждений необходимо было особое усилие приложить и к восстановлению нормальной схемы энергоснабжения, и к устранению аварийных дефектов. Поэтому уже в марте, в апреле месяце мы провели очень четкий аудит по всем линиям электропередач 6-10 кВт и выявили основные места, которые требуют внимания энергетиков с точки зрения приведения их в нормативное состояние. За несколько месяцев энергетики расчистили более 6300 километров линий электропередач 6-10 кВт. Сотрудники Россети-центра и Россети-центра и Приволжье обрезали кроны и вырубили деревья, которые угрожали падением на линии электропередачи. Кроме того, работники электросетевого комплекса произвели перетяжку проводов, выправку и замену опор. Чтобы выполнить такие масштабные работы, были привлечены сила и средства из других филиалов компании. В мае у нас было подвержено серьезному штормовому ветру более 30 метров Костромская область. Мы также мобилизовали бригады, в том числе и Стверской области. И только благодаря тому опыту, который был приобретен на территории региона, нам удалось очень качественно, практически в нормативные сроки, восстановить энергоснабжение Костромской области. Во время заседания штаба Игорь Маковский особое внимание уделил процедуре приемки выполненных работ. Он отметил, что после подписания акта руководители районов электрической сети несут персональную ответственность за качественное энергоснабжение жителей на том или ином участке воздушных линий. После завершения работы штаба прошла церемония награждения сотрудников, которые отличились во время аварийно-восстановительных работ и выполнения мероприятий по приведению в нормативное состояние сетей Верхней Волжья. Единственная прекрасная девушка, которая сегодня получает здесь награды на сцене. Почетные грамоты и благодарности обществ были вручены 47 работникам. Это электромонтеры, мастера бригад, водители специализированных автотранспортных средств, начальники участков разных регионов. В том числе благодарность получил сотрудник Россети-центр Тверской области. К нам приехали в помощь коллеги из других регионов. И общими усилиями мы смогли преодолеть все эти препятствия. Отдельно хотелось бы благодарить генерального директора общества Игоря Ладонидовича Маковского. Во время визита в Тверь Игорь Маковский проверил готовность к воду в эксплуатацию Центра управления сетями Тверь Энерго. Новый объект заменит 43 существующих диспетчерских пункта. Это позволит повысить оперативность реагирования на нарушение энергоснабжения.